ребят привет всем продолжаем серию роликов для совсем новичков поп разгрузить наши стримы от одинаковых вопросов и сейчас в этом видео самая основа как покупать продавать заходить выходить из сделок самая база до после того как вы установили привод настроили стаканы все эти видео есть у меня на канале смотрите их перед этим видео если у вас еще не настроено ничего а сегодня видео покажу именно как заходить выходить из сделок и быстренько покажу как выставлять объемы да а как ими работать хотя в предыдущем видео я и так показал как заходить выходить сделки частями но сейчас именно вот заходы выхода из дела смотрите мы выставили себе монеты до которые нам нужны вот допустим мир монета теперь мы хотим купить монету во сначала вам нужно определиться где вы до торгуете на фьючерсах и на споте когда мы открываем монету нажимаем на название у нас есть выбор spot фьючерсы а я торгую на фьючерсах поэтому выбираю бессрочный фьючерсы рядом у меня открыт стакан спота вот здесь потовый стакан а споте можно только торговать в лонг то есть на повышение а я торгую на фьючерсах тут и в лонг и в шорт и буду показывать на фьючерсах да как заходить в лонг как его закрывать как заходить short как его закрывать смотрите допустим у меня есть депозит 100 долларов да например я хочу зайти первым плечом то есть на 100 долларов а еще забыл сказать также смотрите именно перед этим видео механику как работает сделка на понижение у меня на канале тоже видео называется как зарабатывать на падении вот можете посмотреть его будет очень полезно теперь смотрите в этой панельки мы выставляем объем которым хотим зайти например мы хотим зайти на 100 долларов тут мы пишем либо же считаем голове но сейчас есть такая функция как ввод в долларах и вводим 100 долларов а он нам сам считает сколько это будет монет 6 монет будет равно 100 долларов все я хочу зайти чтобы мне купить монету то есть зайти в лонг на повышение я должен зайти левой кнопкой мыши нажать на стакан левой кнопкой мыши в красную область красные продавцы то есть здесь мы сразу можем купить вот я зашел на 100 долларов видите цена сразу идет вниз а теперь чтобы закрыть сделку мне нужно нажать правой кнопкой мыши на стакан там где покупатели да то есть зеленые покупатели мне нужно им продать если бы цена пошла вверх например то она была вверху да мне нужно вверху нажать правой кнопкой мыши сейчас цена внизу мне нужно продать если я продамся сейчас я закрою сделку в минус до нажимаю продать правой кнопкой мыши нажимаю продать все я только что купил и продал на продал в минус до точно также а обратно этому работает сделка на понижение то есть правой кнопкой мыши мы продаем то есть сделка в short у нас сначала идет продажа правой кнопкой мыши нажимаем продаем и левой кнопкой мыши нам нужно закрыть сделку все когда у нас внизу появилась панель видите мы на 6 монет стоим на понижение в short то есть мы зашли правой кнопкой мыши теперь нам нужно левой кнопкой мыши закрыть сделку мы можем либо выставить лимитку левой кнопкой мыши вот сюда лимитки можем по выставлять да а вот так и когда цена сюда придет нас закроет либо же закрыться руками прямо здесь по спреду то здесь кликнуть и тогда меня закроет прямо по рынку она вот цена идет моей лимитки сейчас вот пример все цена закрылась подошли к лимитке лимитки выставляются по стакану левой правой кнопкой мыши если мы хотим купить то мы у покупателей то есть в зеленых зонах выставляемся левой кнопкой мыши если мы хотим продать то мы выставляемся правой кнопкой мыши у продавцов то есть лимитки расставить таким образом можно все На F снять все лимитки. Горячая клавиша F английская. Снять все лимитки. Таким образом мы покупаем, продаем. Ничего сложного нет. Просто нужно привыкнуть к механике. Еще раз повторяюсь. Сделка на повышение в лонг. Левой кнопкой мыши купили. Все, панель открылась. Видите, внизу информационная. Значит мы в сделке. На 6 монет мы стоим на повышение. Теперь правой кнопкой мыши по спреду, где у нас сейчас цена, мы продали. То есть закрыли сделку. Все, закрыл. Теперь наоборот. Шартовая сделка. Мы сначала продаем покупателям зеленым. В зеленую область кликаем правой кнопкой мыши. Продали. На понижение зашли. Левой кнопкой мыши мы закрываем сделку. Нам нужно купить. То есть там, где сейчас у нас торгуется цена, нам нужно нажать. Вот я не успел. Видите, цена ушла прямо из-под мышки. Выставилась лимитка. Нажимаю вот здесь. Все. Закрылась. Понимаете, да? То есть закрываем сделки как можно ближе к спреду. Либо же есть выход закрываться горячей клавишей D. Но я не рекомендую это делать часто. Рекомендую использовать эту кнопку в экстренных случаях. Горячая клавиша D. Это закрытие сделки по рынку. Показываю. Вот я захожу на повышение. Например, цена. Видите, мышку я держу в стороне. Цена пошла резко против меня. Мышку держа над стаканом. Нажимаю горячую клавишу D. Английскую. Все. Цена закрывается по рынку. Сделка закрывается по рынку. Вот. То есть ничего сложного тут нет. Все наши действия происходят в основном мышкой. Открываются и закрываются сделки. Есть горячие клавиши. Вы можете их смотреть. Тут можно закрыть позицию по рынку. Видите D. Также можно и открыть позицию по рынку. Но я и не пользуюсь. Вот. Можно купить по рынку на T английскую. Можно продать по рынку на Y. Крык U, Y, кто как называет. Да, я от английского далек. Но тем не менее. Вот здесь все горячие клавиши. Вы можете посмотреть. Я их не использую. Делаю все руками. Горячие клавиши на больших суммах. Когда вы к ним придете, вы поймете, что они работают кривовато. Закрываются не там, где хотелось бы. Открываются не там, где хотелось бы. Я им перестал доверять. Вот. Теперь давайте. Хотя про стоп-лосс запишу отдельное видео. Да, лучше. Вот. Открывать, закрывать сделки таким образом. Думаю, понятно. Еще раз давайте для закрепления. Левой кнопкой мыши купили. Правой кнопкой мыши продали. То есть закрыли сделку. И наоборот. Сделка в шорт. Правой кнопкой мыши продали. Не забирают мою заявку. Правой кнопкой мыши продали. Подвисает стакан. Левой кнопкой мыши купили. То есть сделка в шорт закрывается покупкой. Открывается продажей. Вот и все. Купили, продали, купили, продали. Если вы торгуете на споте, например, вы даже позиционно можете через сискальп заходить. Зашли. Купили, что вам нужно. Также расставили лимитки и продали. Когда цена придет к вашим лимиткам. Я понимаю, что для продвинутых это совсем очевидные вещи. И зачем по этому поводу записывать видео. Но тем не менее вопросы задают. И я не могу каждый раз на стриме, как попугай. Это надоедает. Отвечать на одни и одни и те же вопросы. Мне проще человека отправить. Посмотреть видео. И людям польза. И мы разгрузили стримы от таких вопросов. Все коротко, понятно. Думаю, помог. Еще выйдет пару таких видео для новичков. Спасибо. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok